не очень здесь он сказал надо будет это делать коррекцию потом это к вопросу андрей мне говорит что я я плохо что-то делаю нет я говорю нет почему вартан говорит ты отнесись хорошо просто хорошо так вот так каждый раз смотри там я не александрова не все хорошо сделать что-то я может не так делаю вы мне скажите я говорю да нет все хорошо так добрый вечер всем девочки добрый вечер здравствуйте так всем присоединяемся в эфире у нас сейчас 220 человек у нас сегодня очень интересный эфир у меня сегодня в гостях прекрасные стоматологи семья стоматологов решили достать моего мужа прямо здесь на рабочем месте дома это шутка но а если не шутка то за зубками следить надо в любом возрасте для того чтобы без зубок не остаться я вот сейчас смотрю очень удручающая картина когда приходят на разные передачи на днк тест на разные разные за гранью и так далее прямые эфиры а люди с регионов и когда они начинают говорить или улыбаться либо кричать и я вижу что они практически все с ужасными зубами это очень плохо давайте мы все-таки сейчас поговорим со стоматологом и узнаем что нам делать чтобы у нас зубы были всегда хорошими у нас вартан валерий валерий ковича и сейчас кстати акция замечательная идет он сейчас все вам расскажет потому что а знаете он сейчас говорят надо вкладывать в золото кто-то кричит надо вкладывать в евро кто-то в доллары а мне кажется то что сейчас вартан валерий кович предлагает вот это самое лучшее вложение потому что когда все дорожает он наоборот демпингует и говорит ребята я готов сделать для вас очень хорошую цену только сделайте себе красивые улыбки а я вам в этом помогу правильно да и это будет лучше вместиться вартан валерий кович всем добрый вечер еще раз начнем с того чтобы зубки вам были в радость и служили вам долго и вы красиво улыбались нужно за ними ухаживать ну как ухаживать вы уже знаете там про гигиена индивидуальная гигиена если вы видели кариес то надо его во время лечить но если вы уже запустили или так сложились обстоятельства ввиду там скажем так лечение период советского времени да и нынешнего времени и зубки пришли скажем так эстетически вас не устраивает да и функционально очень часто тогда уже можно установить на такие зубы либо керамические венеры либо керамические полу коронки либо полные коронки там уже по показаниям у всех по-разному вот и это никак не ухудшает срок службы зуба это наоборот увеличивает и делает зуб надежнее если сделано все грамотно если же пациент хочет только допустим эстетику линии улыбки тогда можно сделать только зоне улыбки там 10 зубов на верхней челюсти 10 на нижней и будет красивая улыбка бывает так что пациентов до пациентов жевательные зубы тоже разрушены и бывает так что у пациента сустав шелкает в момент широкого открывания или пережевывание пищи это уже более скажем так сложные моменты ситуации когда уже нужна глубокая диагностика и потом только после получения диагноза гнотолога приступать к протезированию там винирами или коронками при необходимости восстановление зубов утраченных с помощью имплантов и так далее мне кажется что надо немножко разнообразить эфир дать жару давайте мы сделаем так сейчас мы включим комментарии и попробуем просто ответить на ваши вопросы вот скажите я знаю что очень многие хотели бы сделать зубки но все как всегда говорят вот денег не хватает вот времени хватает а я боюсь а мне будет больно а вот не дай бог там а как ходить и так далее сколько примерно занимает процесс сделать виниру вот красивую улыбку вот входит человек у него зубы кривые желтые больные и он говорит я хочу красивую улыбку пришел к вам что вы ему скажете если все зубы присутствуют то в районе двух месяцев от одного до двух месяцев если же есть отсутствующие зубы например в области жевательных зубов и тем более они отсутствуют уже давно то скорее всего нужно будет делать костную пластику имплантацию и это уже растянется там на 6 7 8 а то и год может растянуться вот именно процесс установки импланта и коронки на имплант а сами передние зубы которые не отсутствуют их можно в течение месяца поставить вот пошли вопросы у меня страх из и страха все зубы теряю но тут это как вот это как в любую клинику приходишь и каждый врач он еще и психолог да вот в каждой клинике это происходит и вот ты садишься в кресло стоматолога а стоматолог включает психолога начинает рассказывать все будет хорошо сейчас ты встанешь с кресла улыбнешься и у тебя будет белозубая улыбка и станешь ты не козленочком а иванушкой а сейчас алена здравствуйте цены повысились на импланты нет вот кстати я не сказал про предложение уникальное предложение то есть если пациент хочет поставить там допустим один имплант то тогда такой имплант будет стоить имплант с коронкой будет стоить минимум 60 тысяч рублей то есть это установка импланта обезболивание швы и снятие швов и безметалловая коронка имплант фирмы либо а ст м это южная корея либо альфа био если же пациент делает то есть заказывать себе красивую улыбку хочет преображение и он в таком случае он имплант может установить уже получается за 40 тысяч то есть со скидкой 20000 рублей то есть имплант будет стоить 17 тысяч коронка 25 это почти 33 процента скидки это практически себестоимость но при условии что пациент делает керамические виниры или коронки на верхнюю и нижнюю челюсть хотя бы зону улыбки и в таком случае мы делаем такие подарки при этом сами керамические виниры либо коронки либо мостовидный протез не имеет значения какая конструкция стоит сейчас стоит двадцать тысяч за один зуб это очень дешево насколько я помню 40 тысяч везде вот сколько я спрашивала 40 тысяч да сейчас вартан валерикович сделает акцию 20000 но я уверена что для моих подписчиков и сделаете еще сделаете сделала дорогие мои вот ради вас прошу вартан валерикович сделать еще скидку можно тысячу все в тысячи рублей то есть за 19 тысяч это вообще не бывало только вы давайте договоримся что вы скажете что по промокоду агибалова да да потому что так не делаю никому не делаем и еще вот это предложение но в связи с нынешней ситуации она ограничена потому что тут даже вопрос не в стоимости материала об его наличии то есть как через неделю или через месяц мы закончим вот делать такое предложение хорошее я не могу вам сказать то есть сколько действует акция мы не можем точно сказать мы можем сказать что сейчас это лучшая инвестиция свое здоровье и свою самооценку ну и вообще в хорошее настроение которое вам будет если вы вообще собирались когда-то это сделать сейчас это лучшее время чтобы вложить деньги а в свое здоровье свою улыбку свою самооценку мою работу вы можете увидеть я вот сделала и счастлива улыбаясь теперь спокойно и не переживая здесь вот есть вопрос а можно ли брекеты ставить если есть имплант нужно смотреть на вашу ситуацию то есть если там есть прямые показания от ортодонта в первую очередь то можно брекеты ставить иногда бывает имплант некорректно установлены его нужно убрать потому что он мешает передвижению зубов в челюсти иногда бывает он не мешает и даже наоборот он помогает потому что имплант это единица стабильная она не двигается в кости ну либо с очень очень слабо двигается из-за него можно зацепиться и тянуть зубы то есть нужно смотреть по 3d рентген снимку и это уже делает доктор ортодонт для того чтобы расчет сделать правильно в общем если говорить на человеческом до простом не на птичьем вот этому стоматологическом она человеческом ростом я сейчас вам разу расскажу просто вам нужно конкретно прийти к стоматологу и просто там пройти обследование и стоматолог глядя в ваш ротик прекрасный скажет можно ли с вашим имплантом делать брекеты или нельзя а я советую вам всем записаться именно квартану валериковичу я обязательно оставлю его страничку потому что еще по секрету скажу пока он не слышит у него очень часто бывают крутые розыгрыши включая и импланты разыгрываются и все что угодно и красивые улыбки и столько уже людей он счастливыми сделал какие улыбки красивые получаются просто смотришь и наслаждение а какая семья замечательная сколько у вас детей 8 10 а че я тебе палец судя потому что между вартаном валериковичем и его супругой такая любовь я думаю что 8 10 вполне себе реально но наблюдать за этой семьей действительно одно удовольствие это вот прям пример семейных ценностей которые можно и нужно брать на переднем зубе кариес боюсь из-за боли но слушайте боюсь не боюсь на что нравится не нравится спимая красавица как говорит наш президент встали и пошли укололи вам все ну что значит по боли нету если пациент очень сильно боится боли то он может попросить врача чтобы он помазал это место где он будет обезболивать и вы даже не почувствуете в кола приятного знаете как вот известный профессор стоматолог сказал что если пациент побывал у стоматолога и ему было приятно то тут два варианта либо он был не у стоматолога и и и занимались они не лечением зубов и либо второй вариант этот пациент душевно больной есть еще третий вариант либо стоматолог приехал в гости не лечили зубы а этот сейчас все безболезненно но сказать что будет приятно ну это нужно просто побороть вот в голове вы идете переструю что рассчитываете что будет там приятно ну вот реально каждый раз когда вы идете к врачу вы понимаете что любая манипуляция даже вот взять анализ крови и с пальца из вены неважно все равно это неприятно ну как-то с этим же мы живем особенно женщина вообще стыдно говорить про то что больно будет боюсь уж мы-то рожаем хос спадя будущий результат он того стоит вы про те неприятные ощущения не поливые неприятные вы забудете все не вижу препятствий так 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 какую пасту порекомендуете но я думаю что все-таки это больше к терапевтическому лечению стоматологическому зависимости от индивидуального случая если есть проблемы с деснами значит больше для лечения десен если хотите отбелить то но к одной пасти точно не нужно привыкать нужно разнообразие добрый вечер только включилась можно ли контакты врача конечно сразу после этого эфира вот прям под этим видео я оставлю страничку врача можно записываться тем более что варта на валерий часто бывает в москве он приезжает у него очень много пациентов а в краснодаре у него своя собственная клиника он принимает и там и в москве вот у меня в москве принимают кто-то в краснодар прилетать по предварительной записи вы просто мне в директ пишите отправляйте фотографии зубов ваших с разных ракурсов то есть смыкаете зубы как обычно и максимально широко так улыбаетесь и фотографируйте спереди слева справа и еще две фотографии с широко открытым ртом сверху вниз нижние зубы снизу вверх верхний вот эти пять фотографий отправляйте в директ и ваш номер телефона я вам лично перезвоню уже а если я из другой странные будет ли возможность уехать домой в перерыве между лично есть возможность либо приехать и условно за две-три недели вы остаетесь на три недели да там но опять же если нет имплантации там скажем так только вот виниры или коронки либо вы всего нужно там от трех посещений да то есть с интервалом в три недели вы можете приезжать уезжать там в зависимости от того как вам удобнее так ждем светланочка обязательно приезжайте а сколько будет стоить сделать весь рот вот катерина спрашиваю если не учитывать зубы мудрости на них мы никогда не устанавливаем венеры то есть допустим 28 зубов по 20 это 560 тысяч рублей если вдруг нужно еще дополнительное лечение то это отдельно либо хирургическим манипуляции например тот тоже удаление зуба мудрости это уже отдельно но если с зубами все в порядке и полость рта санирована то есть кариесов и других каких-то побочных там например все каналы вылечены если есть леченые каналы и они корректно вылечены то тогда только вот в эту стоимость 20000 входит и обезболивание временные венеры постоянные венеры обработка слепки все под ключ в эту стоимость входит а консультация гнатолога в эту стоимость нет консультация и заключение гнатолога это отдельная процедура она очень высокотехнологичная сложная и на специальном оборудовании гнатолог с которым я сотрудничаю она 11 лет проходила обучение в австрии и в японии не оборудование я бы так сказал человек 5-6 по всей россии владеет этой технологией и консультации и диагноз вот полностью включая даже план лечения по индивидуальным параметрам вашим будет стоить 35 тысяч рублей а мне сказали что надо пересадку кости это очень больно пересадку нет но костную пластику это у меня была костная пластика я вам сейчас расскажу костная пластика это не больно но у тебя ощущение что как будто не знаю ну как флюс как будто такое может быть может не быть может пойти хорошо а может не очень все зависит от того как вы будете воспринимать и какой иммунитет на данный момент и и на какой челюсти это если верхняя челюсть то бывает синяк отек потому что мы заходим в зону гаймаровой базы а если нижняя челюсть то меньше то есть за и от объема костной пластика снизу мне кстати не наращивали костную ткань потому что она в порядке да сверху было да такое что два раза это только 3d рентген снимок покажет я смотрю что хорошо и уже говорю нужно или не нужно миллион рублей нет половину меньше в половину сколько стоит без рот уже сказали где территориально находитесь лариса смотрите территориально либо краснодар либо москва москва проспект мира на данный момент проспект мира дом 102 шикарная просто клиника я сама туда езжу и дочку отвозила так что вам понравится как лучше исправить клинковидный дефект зубов но нужно смотреть какая причина обычно клиновидный дефект либо из-за неправильного положения зуба либо и нужно понимать какого размера этот клиновидный дефект лучше всего виниром если клинковидный дефект большого размера если маленького можно фото полимерную пломбу поставить и посмотреть сколько она будет служить но обычно это все рано или поздно приходит все равно нужно делать виниру сколько будет чем угощаете стоматолога я угощаю красная очень вкусная сливочно-чесночный соус с креветками и шпинатом так что все сегодня рыбный день у нас рыбные делали салатик в кузовом на диетическое тоже худеют по марафону ирина александровна но не всегда придерживаюсь потому что очень как только вартан валерикович приедет подольше в москву а чтобы здесь был три недели я обязательно его возьму к себе на марафон и и и мы покажем результаты потому что я уверен а сейчас на 10 килограмм похудел ну вот ну вот пока это реально с нашей большой семьей это тоже достижение а вот такой вопрос интересный да из америки кстати подскажите пожалуйста а чем отличается виниры от люмиров отличаются они материалом люминиры они делают из специального циркония а виниры из полевошпата это керамика и я вам так скажу когда виниры были толщиной это виниры делают немецкие производители были минимальная толщина была в районе полутора миллиметров то люминиры сильно выигрывали в конкуренции за пациента да потому что толщина люминира было 08 миллиметра сейчас виниры немцы научились делать толщиной 0,3 миллиметра а это в три раза меньше три раза тоньше чем люминиры у люминиров плюс только в том что он лучше перекрывает цвет зуба но они более искусственные хуже крепятся к зубу не такая сильная адгезия то есть ну приклеиваемость и кстати этот недостаток американцы трансформировали типов преимущества вроде как пациент спустя многие годы может при желании снять эти люминиры но это ерунда полная потому что если зубы были протравлены было вот но долгое время ношения с люминирами нужно будет делать новые то есть они это так как бы нивелирует этот момент я рекомендую лучше виниры керамические фирмы емакс фирмы evaclar модель емакс вот это самые такие продвинутые да это вот надежно они не темнеют они не полятся они в два два с половиной почти в три раза крепче чем у меня уже два с половиной года и вот если вы посмотрите там и десна и зубы сами они как были вот это при условии что если все протоколы соблюдены вот ну прям четко соблюдены если не соблюдать или врач неопытный или еще что-то там он неправильно сделать то тогда будет и десна синяя и кровоточивости запах и так далее то есть ну будут проблемы поэтому выбирайте грамотного врача да у пациента с винирами керамическими винирами проблемы он всем рассказывает что виниры это плохо это некорректно потому что ну нельзя судить там например а марки toyota плохо или mercedes только потому что там водитель плохо ездить за рулем разбился а в этом виноват там автопроизводитель то есть если сравнивать то лучше керамические виниры и правильно сделаны подскажите если сверху снизу немного зуб на зуб заходит спереди можно ли это исправить элайнерами можно если грамотный доктор а как укрепить десна десна нужно к парадонтологу парадонтолог определит какая реальная проблема и составит индивидуальный план лечения это рассказывать можно три дня ксюша спрос стоит ли лечить единственный оставшийся зуб мудрости начинает тревожить то удалить его нет лучше и удалить иногда бывает зуб мудрости спускается на место рядом стоящего удаленного зуба и он может участвовать полноценном акте жевания то есть это уже по факту семерка не восьмерка семерку удалили и ну такая ситуация была лично у меня в детстве удалили семерку по травме из-за травмы и восьмерка выросла на месте семерки поэтому ну как бы такой зуб не надо удалять сколько по времени установка импланта 15 минут 20 минут вот кстати хороший вопрос тамара пишет какие виниры композитные у меня меня когда я пришла к партону валериков еще первый раз и и он посмотрел мне в рот он очень сильно расстроился потому что он сказал ну как можно было такой красивой женщине поставить композиты что это за врач покажите мне его это обман который которым пользуются врачи и пользуются они ввиду неграмотности пациента и ввиду жадности пациента вот композитный винир чтобы вы понимали это было на перезагрузке передачи это передача жадная перезагрузка жадная передача поставили мне композит ну вы понимаете вам просто не объяснили всех нюансов если пациент будет знать это как вот с диетой и правильным питанием если пациент будет четко понимать что он делает то он не будет есть всякую ерунду и гадость а если он не понимает или самообманом занимается он конечно выбирает нам то что нельзя потом не знаю судорожно пытается похудеть или там ищет причину своих бед то же самое с композитом это табу ни в коем случае никогда не делайте даже на две недели не делайте вот вообще не делайте лучше переждать там дом накопить или как занять или еще что-то но но не делайте композиты испортят ваши зубы ну либо навредят очень сильно но прям и полностью испортить может и не испортят у всех по-разному поэтому рекомендую только керамические нужно ли делать гигиену полости рта если виниру нужно вот у нас вчера была пациентка на 7 месяцев не делала и она говорит мне кажется в виниры потемнели я говорю они такого не может быть и когда я посмотрел сделал осмотр там было понятно что она мало того что профессиональную гигиену не приходит делать она еще индивидуально так через раз там выяснилось что делать и вот нужно правильно делать индивидуальную гигиену и у всех людей по-разному накапливается налет камень этот у кого-то через два месяца уже налет прям активно собрался на особенно нижних зубах с внутренней стороны а у кого-то и на год хватает поэтому тут все индивидуально если вы курите если вы часто кофе пьете и у вас так сложилось что из-за ph слюны быстро накапливается камень то вам нужно раз два месяца приходить на профгигиену либо вообще там сильным заядлым курильщиком раз в месяц приходить потому что без зубов можно остаться вот так вот по щелчку пальца и ваши зубы будут лежать на полочке подскажите пожалуйста для керамических виниров очень обтачивается здоровый зуб тогда речь идет не о здоровье же не не очень ну да все познается в сравнении вот если сравнивать с теми коронками которые раньше устанавливались металлокерамика данном на примере то под металлокерамику обрабатывается зуб со всех сторон на толщину два с половиной миллиметра но два два с половиной минимум два а под под винир зуб препарируется только с передней поверхности на толщину 0,3 миллиметра и и опять же я же говорю если доктор компетентный если доктор работает по старинке у него мало опыта он там делает по старой школе то конечно может взять и миллиметр и полтора убрать а потом сказать ну так надо пациент уже не вернет свою ткань твердую циркония лучше или керамика керамика потому что цирконий не имеет химическое свойство циркония не позволяет химически приклеится к тканям зуба а керамика может приклеиться намертво то есть он керамика будет дольше служить плюс циркония в том что если отсутствует зуб пациент не хочет имплантанты а хочет мастовидный протез то тогда надо циркония вот сейчас вот мне хотелось бы чтобы вы поступили как у настоящий мужчина вардан боярика смотрите какой вопрос ирочка какая вы были хорошенькая а сейчас прям что-то не то с вами я не знаю что мне с этим делать как мне теперь с этим жить я думаю вы стали еще лучше девушка имела виду наверное другая я не знаю что вот вот следующее сообщение так два года назад поставила два импланта и так стоят и так стоят только временные винтики что мне делать дальше продолжать на этот либо в той же клинике либо можете хоть к нам приходить только нам нужно знать какой фирмы импланты то есть вы должны знать какая система и какой фирмы чтобы доктор смог подобрать специальную супра структуру это но винтики там в общем ключики у каждой системы свои а виниры делаются на всю оставшуюся жизнь ничего я вам так скажу все зависит от того как вы будете за зубами ухаживать то точно так же как и с автомобилем как и с собой если вы за собой ухаживаете правильно питаетесь правильный образ жизни ложитесь спать вовремя в общем нормально живете да то то ваша жизнь будет там долгая счастливая 90 лет или сто лет ну кому сколько отведено если вы на себя вообще просто плюете да это то вы пять лет можете не не протянуть то же самое с зубами у меня вот товарищ мой он очень состоятельный человек бизнесмен все я ему поставил виниры я говорю нужно ухаживать он говорит не царское это дело в зубах ковыряться то есть якобы но он вроде бы поддерживает про гигиену индивидуальную гигиену про гигиену раз три года делает в итоге чем все закончилось спустя сколько лет ну спустя где-то восемь лет или девять лет прошло у него во рту сейчас осталось штук пять или шесть зубов и тот состоятельным бывший бизнесмен сейчас уже не состоятельный и он не может себе позволить имплантации он ходит с протезами мы с ним дружим да ну как дружим но хороших отношениях дружим но я ему не могу поставить я могу приди и сделаем тебе импланты но при этом не хочу потому что имплант это тоже не на всю жизнь потому что тоже зависит напрямую от гигиены то есть если вы представьте вот в машине не будете менять масло как долго она вам прослужит на она не прослужит ну то есть как бы может быть там 15-20 тысяч километров пройдет здоровье это еще нежнее вот смотрите я приведу маленький пример я хожу к стоматологу постоянно хожу к флебологу постоянно косметологу и гинекологу вот так вот как-то у меня поставлено да и делаю еще чикап по анализам раз в полгода прихожу к флебологу я 16 лет стою на учете флеболога и говорю у меня был к вид и я переживаю потому что есть опасность тромбоза да на что мне говорит ирина александровна пока вы приходите ко мне регулярно у вас будет все хорошо потому что вы под наблюдением также точно со стоматологией если вы регулярно ходите к врачу делаете гигиену если вы под наблюдением у врача то у вас все будет хорошо вовремя будет заменен имплант если нужно либо не заменен потому что вы делаете гигиену правильно на решает да гигиена решает все зависит от того насколько внимательно вы к своему здоровью потому что это только ваше здоровье это не здоровье стоматолога это ваше здоровье и вам решать как вы относитесь к себе при хорошем раскладе они прослужит вам верой и правдой 20 лет и даже больше основная причина по которой пациент допустим вы идеально все соблюдаете вовремя ходите к доктору на прав гигиену индивидуальную гигиену поддерживаете основной причиной по которой вы поменяете виниры через 20 лет это будет момент взросления человека идет усадка костной ткани и вот эта стыковка белого винира и желтого корня она будет оголяться то есть это единственная причина то есть эстетика которая может заставить вас поменять этот винир не то чтобы зуб портится или еще что-то а именно эстетика особенно у пациентов у которых широкая линия улыбки высокая да там он улыбается у него десна видны если десен не видно то можно не менять и через 20 я улыбаюсь нормально да то есть это вот только вот эта причина не видно то есть а есть улыбка когда вот так вот прямо же десна открывается как вам попасть на прием в директ вот ирина александровна оставит мою страничку и напишите мне в директ и не забудь если вы хотите скидку то не забудьте написать промокод агибалова да ирина александровна агибалова или просто агибалова напишите это я сразу пойму если вы хотите попасть на прием сначала нужно пройти онлайн консультация а потом оффлайн потому что вас много я один всю работу от начала до конца буду делать я и мне нужно понимать что вот пациент понимает о чем речь идет и какая стоимость потому что многие хотят прийти на оффлайн консультации а потом ой а я думала у меня там на 50 тысяч или надо за 100 тысяч все управимся вот поэтому я заранее на берегу договариваемся там обозначают сроки объемы стоимость если пациента все устраивает тогда уже назначает вот такой вот алгоритм действий так сначала думаю что это за родственнику ирина потом послушал смотрю доктор дай бог здоровья за и на перед имплантом сказали что нужно нарастить ткань это долго делать не только чтобы 20 минут да очень кстати быстро а на передние зубы ставят импланты да конечно я насколько знаю даже вообще все могут импланты да вот вы рассказывали что и на четырех минимум допустим если вообще зубов нету то минимум 4 импланта максимум 10 все зависит от показаний и от размера челюсти если девушка с маленькой челюстью то шесть или восемь имплантов если мужчина и который любит там пожевать прям так вот но крупная челюсть то можно и 10 имплантов поставить если остался молочный зуб сбоку перед установкой виниров его нужно удалять нужно сделать снимок посмотреть сколько корня осталось всего этого молочного зуба в кости насколько он стабильный и тогда ну это такое как сказать винир не помешает этому зубу то есть если он стоит крепко надежно то винир не ему не сделает хуже если же он там на честном слове то нужно удалить его и поставить имплант а теперь очень коварный вопрос стоматологу про полоски oral pro отбеливающие поскольку очень многие блогеры их рекламируют здесь вот такая шаткая позиция я вам так скажу отбеливание это такая временная процедура которую лучше использовать только когда очень нужно один или там несколько раз ну например там свадьба ваша или дочери или там какое-то супер какое-то мероприятие вот он был случай когда у нас под моя пациентка присела скажем так на вот эти отбеливание и она делала их регулярно раз полгода и у нее пошла проблема такая что у нее была чувствительность у нее эмаль была как мел то есть она стоило ей что-то крепкое укусить и прям немаля откалывалась и потом когда я стала виниры на эти зубы и эмаль этих зубов которые там она уже не помнит сколько раз отбеливала она была как мел то есть стоило мне дотронуться бором он сразу проваливался это не хорошо когда ну вы же понимаете что это маркетинг и это многие все должно быть в меру кока-кола тоже не вредно если ее там раз в год или там раз полгода выпил ну для удовольствия но если злоупотреблять это будет плохо так сына 7 лет где жевательные зубы лезут еще одни что делать карта бунту детскому ортодонту он сделает рентген расчет и будет смотреть либо назначить пластины либо скажет подождать либо там ну в общем артодонт будет так на словах не ничего не если поставила мост одесна воспаляется с чего на мост неправильно поставлен скорее всего там его нужно снимать делать и прав гигиену и парадонтологическую гигиену то есть у специального доктора и уже потом ставить имплант в отсутствующий зуб в зону отсутствующего зуба сколько по стоимости установка элайнеров на обе челюсти это индивидуальные лайнеры они же там от зависимости от исходного клинического случая там количество кап элайнеры это вот приходит ребенок или девушка или мужчина с кривыми зубами и программа рассчитывает сколько кап нужно кому-то десять кому-то сорок кому-то двадцать пять кап и нужно четко понимать ну вот проносили там по рекомендации там две недели одну капу меняете другую и вот так вот так вы это и и стоимость зависимости от фирмы у всех раз разная от двухсот пятидесяти до полутора миллионов вот эти лайнеры кто как тут нужно индивидуально смотреть вот и вот люблю правдорубов вот взяла и сказал и ручка вы красоткой суперзвезда 100 процентов сколько это все стоит наверно целая квартира или машина во рту будет но уже сказали а вы наверно не услышали что без скидки это будет стоить пятьсот шестьдесят тысяч это если все зубы это если все есть линия улыбки то 400 поэтому сейчас я не я не вообще не помню где можно сейчас машина пятьсот шестьдесят тысяч можно разве машины ну бушную какую-нибудь лада приора ну да ну совсем прям бушную да добрый вечер марафон начался альфия марафон уже заканчивается последние недели осталось вы восхитительные красивые спасибо вам вы всегда красиво спасибо из краснодара темнеет ли венеры от красного вина нет ни отчего не темнее даже если у нас был пациент мужчина он начальник госпиталя военного он любитель чефира чефир знаете что такое это крепкий 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 чай вот и он когда пришел он говорит а вы мне говорили не темнее то у него зубы были просто коричневого цвета венге знаете такая мебель есть цвета венге и он говорит это вот потемнели же я говорю нет это не потемнели это испачкались то есть я взял щетку пасту и отполировал два зуба ему вот боковые резцы он долго ну возмущался это к тому что он усомнился в моих словах но потом конечно ему все почистил отполировал и он уже был доволен вот еще одна правдорубка женя самый лучший врач краснодара спасибо там еще были с краснодара тоже приветик из к но это она же или на спасибо за эту встречу добрый вечер расскажите про гигиену зубную пасту здравствуйте самая прекрасная девушка которые я знаю в инстаграмм добрый вечер под коронкой образовалась киста что делать можно ли ее оставить насколько я знаю киста вообще оставлять нельзя кисту оставить она не под коронкой образовалась она образовалась на корне на верхушке корня и это как следствие неправильно вылеченного корня зуба и нужно тут посмотреть объем размер кисты и если это возможно то есть лучше перелечить по правилам лучше перелечить но бывают случаи когда размер пораженной ткани настолько большой что лучше безопаснее удалить этот зуб то есть все зависит от того какого размера почему удалить говорю потому что например на нижней челюсти вот в нижнем крае челюсти идет нижний челюстной нерв если киста близка к нерву то пока мы будем лечить она может попасть в нижний челюстной канал и это уже будет большой хирургии грозить то есть это стационар палата и так далее если вы не уберете кисту либо долго будете ли перелечивать поэтому лучше тут уже пойти на радикальный метод это удаление зуба вычистить все дать чтобы она зажила и потом установить имплант вот у меня такое же было у меня как раз киста образовалась это ксюша я вижу что это ты спрашиваешь у меня как раз была такая ситуация у меня образовалась киста и корень практически утонул потом вот в этом гнойном мешочке мне пришлось удалить зуб потому что он почти что весь изгнил там вероятность спасти такой зуб но есть конечно случай но просто тут надо поставить на чашу весов а стоит ли этим зубом заниматься ну например вам нужно будет прийти к доктору раз 15 заплатить ему порядка 50 тысяч а то есть 100 тысяч рублей за этот зуб и потом доктор вам разведет руками скажет увы я не удалось да не получилось и что подумает про этого доктора этот пациент он подумает что доктор как минимум жульничал и зная что вероятность минимальная там один процент или пять процентов из ста он заведомо брал деньги у пациента зная что перспектив мало поэтому еще есть вариант такой что да надо посмотреть индивидуально есть вариант что попробовать вылечить и под микроскопом потому что как мне говорят под микроскопом видны все каналы хорошо правильно но размер кисты все равно имеет значение до добрый вечер нужно ли удалять зубы мудрости если они не беспокоят если они не беспокоят это еще не фактор того что не удалять нужно смотреть как они располагаются то есть если они выросли правильно зачастую в 90 процентов случаев они не помещается в челюсти и поэтому они растут либо как-то криво либо растут под наклоном и когда они растут под наклоном происходит неправильно а пережевывание пищи и потом это может повлиять на височно-нижечелюстной сустав что приведет к таким последствиям отдаленным последствиям возрасте там 40 50 начинаются щелчки хруст боли в ушах и затылок и звон в ушах и вот это уже первые признаки того что у вас неправильный прикус а еще вот эти зубы мудрости они толкают передние зубы и у пациента у которого зубы были ровные в молодости они потом вдруг становится здесь в области передних зубов кривые это следствие того что зубы мудрости были не вовремя удалены теплый привет из армении лучший стоматолог с хорошей семьей а копиан кристина привет и здравствуйте ведущие здравствуйте добрые люди чата здравствуй светланочка я сделала операцию флеболога в январе отдала 100 тысяч апрель уже вены появляются я в шоке ну значит нужно выбирать флеболога по отзывам вот когда вы выбираете себе врача нужно же не так просто вот ткнул просто куда-то и пришел я всегда лично подбираю по отзывам врача то есть я прям вбиваю в интернете врача и отзывы и читаю все все просто же так почему в процессе установки виниров начал печь язык что с этим делать скорее всего кислота попала вам на язык либо печь либо кислый может быть ну смотря что там делали не знаю а еще бывает такое чувство жжение от крови останавливающего вот очень хороший вопрос почему такая невысокая цена 20000 я еще на минуточку за 19 тысячи еще от меня скидка за ней керамический винир обычно цена в районе 50 правильно смотрите но у меня несколько видов виниров есть стандартные премиум класса эксклюзивные стандартные виниры которые я раньше делал по 30 35 тысяч сейчас я предлагаю по 20 тысяч чем это связано сейчас многие пациенты подписчики они стараются сидеть дома ничего никуда не вкладывать или покупать доллары или покупать какие-то телевизоры там кто машины по сумасшедшим ценам и так далее они сидят и ждут пока что-то заболит и тогда они приходят про зубы как-то вот немножко по-другому так как мы работаем только в этом направлении и делаем только большие глобальные работы мы не хотим переквалифицироваться в врачей в клинику которая делает одиночные зубы когда у кого-то что-то заболела есть спрос есть предложение и вот хорошая уникальная возможность для тех у кого ограниченные финансовые возможности он может воспользоваться вот такой хорошей ценой а так конечно разница очень большая вы можете еще плюс у вас своя мастерская да еще моя наша собственная лаборатория все работы буду делать лично я то есть это очень важно вы можете посмотреть по моей страничке мой уровень мои работы до после сложность моих работ и вы поймете ну то есть почему потому что сделать доброе дело да коллеги пламенный привет замечательный доктор и лектор ирина мне врач сказал что при удалении сразу ставит имплант разве не надо наращивать но видимо у вас все в порядке с костной ткани тут конечно можно сразу и удалить и поставить имплант и сделать костную пластику тут у всех все индивидуально можно и в дальнейшем сделать пластику слизистой не всегда бывает проблемой нехватка костной ткани есть еще такая проблема как нехватка слизистой например пациент долгое время носил съемный протез и у него уселась и атрофировалась и костная ткань и сама слизистая а чтобы было безопасно нужно еще чтобы от кости до края коронки было достаточное количество самой слизистой из-за чего организм может отторгать имплант как заранее узнать о такой особенности ну противопоказание к имплантации либо осложнение от имплантации может быть у людей если сахар выше восьми то есть например если у пациента 14 или там 20 то мы отказываем если это не повод расстраиваться просто нужно обратиться к своему врачу лечащим он назначает препараты опускаем сахар до восьми потом идем на имплантацию вот потом проблема щитовидкой проблемы с если пациент пьет кроверазжижающие препараты например после операции на сердце да то он варфарин например то таким пациентам нельзя делать провод нельзя проводить имплантацию потому что это хирургическая манипуляция нужно либо перевести на другой препарат либо отказаться от имплантации выбор сделать пользу там мастовидного протеза и и так далее поэтому глобальных каких-то противопоказаний нет а почему имплант не прижился у всех индивидуально опять же гигиена опять же опыт и правильность установки импланта ну то есть насколько врач опытный правильно сделать все поэтому тут только вот вот эти два момента надкололась керамическая коронка можно ли как-то ее отремонтировать можно но практика показывать ненадолго если это можно заполировать то лучше заполировать реставрационные материалы работает но зачастую если она откололась значит там был в была гипер нагрузка и если мы поставим материал который в 10 раз мягче чем керамика вероятность что он сколется тоже большая но один из зубов под виниром реагирует на холодное горячее что делать надо осмотреть причину если это не герметичность винира то нужно сделать так чтобы он герметичный был вплоть до переделки если это оголение шейки зуба то опять тоже переделать нужно бывает так что нужно мы назначаем препараты специально обрабатываем шейку зуба и чувствительность уменьшается напишите мне в директ я вам скажу какие расскажите про свои зубы врач у вас свои сейчас это у меня я в процессе изготовления пока у меня установлены временные виниры вот так они выглядят я с такими ходила да вот они как единое целое поэтому они не такие симпатичные вот улыбнитесь видите видно у ирины александровна как зубы каждый зуб он одиночный а я видно как будто она все целое цельное монолитно для чего это делается для того чтобы эти временные конструкции не упали то есть они где фиксировались за зубы поэтому не так и эстетично но вполне себе нормально для того чтобы подождать хороший вопрос подскажите если кривые зубы можно ли поставить виниры ну вот прям очень хороший вопрос по протоколу минздрава россии я как врач стоматолог обязан вам предложить ортодонтическое лечение то есть брекеты либо и лайнеры но пациент вправе отказаться от брекетов ну например у него был горький опыт вот у нас позавчера пациентка обратилась к нам и позавчера вчера даже не вчера вчера шесть лет она проходила с брекетами шесть лет в анапе из города анапы и врач неправильно лечение сделал настолько неправильно что сейчас за нее нет ни одна клиника не берется ни в москве не в анапе ну то есть она ко мне уже как за крайней инстанцией я говорю сделайте снимок я посмотрю поэтому кого горький опыт он уже наотрез отказывается у кого нет желания там ходить с брекетами и зубы незначительно искривлены действительно можно обойтись без брекетов и поставить виниры но по протоколу чтобы меньше зуб травмировать то есть меньше сошлифовывать твердой ткани желательно сделать сначала брекет систему либо там и лайнерами то есть ортодонте а потом уже виниры так 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 отличный эфир 11 лет ребенку что лучше пластинки или брекеты брекеты но нужно карта дом тут надо смотреть и всегда индивидуально если удалить зубы мудрости в 30 лет передние кривые зубы на место встанут нет только брекеты или опять же надо смотреть виниры а ирина александровна знаю давно была у нее на марафоне а вашего гостя знаю от араика галстяна до ирины александровны всегда хорошие гости очень приятно спасибо вам большое межзубный кариес на передних верхних зубах стоматолог говорит не нужно лечить так как стадия пятна это нормально ну такой спорный момент это старая школа и новая школа нормально до какого-то времени но это некрасиво и это вы можете просто в какой-то момент пропустить мы настолько эту то есть не углядеть что придется из этого зуба удалять не поэтому новая школа говорит о том что нужно убирать этот кариес потому что доктор стадии пятна не может определить насколько он глубокий иногда смотришь на зубе вроде маленькая маленькая точечка начинаешь открывать и убирать это там это как на яблоке смотришь точечка разрежа разрезаешь а там поэтому точно сказать невозможно лучше пролечить при бруксизме импланты можно при бруксизме кстати многие бруксисты думают что это болезнь и нужно ее лечить бруксизм это ответная реакция организма на негативный фон или стрессы в организме стрессы разного характера от эмоционального до неправильно то есть например у пациента пациенту сделали коронку или там пломбу поставили она ему неудобно он за день настолько стрессует вот об этом но связи с этой неправильно установленной коронкой либо пломбой что к ночью когда он в состоянии сна он начинает сжимать зубы чтобы успокоиться то есть например маленький ребенок который там садик ходит когда у него стресс он плачет ему от этого легче он поплакал успокоить успокоился пошел бежать дальше там играть а взрослому он не может но не все могут себе позволить поплакать да и вот это вот выплеск выход энергии вот это негативное он начинает сжимать вы наверно видели когда ребенок даже злится или так вот злится и вот это бруксизм если вылечить бруксизм например отключить мышцы да то это может вылезти где-то в другом месте а именно там на сердце где-то что-то там то есть можно защитить зубы от раскола от стираемости при бруксизме но сам бруксизм невозможно не нужно лечить это ответная реакция на стресс да может просто банально недосыпание ли не вовремя ложитесь спать или проблемы на работе в семье могут быть причиной бруксизма так но я хочу отпустить нашего доктора вот потому что с вами хорошо конечно нам нужно еще поболтать о своем вот поэтому обязательно сейчас оставлю ссылочку на страницу доктора записывайтесь и я за вас спокойно потому что я вас отправляю в надежные руки супер профессионала всем хорошего вечера всем пока следите за своим здоровьем и вкладывайте правильно деньги красивую а я могу пообещать что вы останетесь довольны это сегодня